Ерму на шее и жажда реванша. Зачем Польша пригласила немецкие войска? Месяц назад Германия и Литва утвердили план по размещению на литовской территории бригады Бундесвера. Вслед за Вильнюсом о дислокации немецких войск задумалась Варшава. До днях заместитель польского министра иностранных дел Анджей Шейна фактически пригласил в свою страну солдат Бундесвера. Эксперты считают, что подобная инициатива демонстрирует стремление Польши повысить градус напряженности в Европе, а заодно перевооружить свои войска за счет немцев. «Если немцы захотят укрепить восточный флаг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», – заявил Шейна в интервью польскому изданию «Речь Посполита». По его словам, Варшава приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны своих союзников. Масштабная милитаризация в Польше проводится не первый год. В Варшаве обещали, что польская сухопутная армия станет самой сильной в Европе. Власти заключили миллиардные контракты на закупку вооружения за рубежом. Но аппетиты польских властей, очевидно, не соответствовали возможностям. На масштабные проекты по модернизации войска польского денег в бюджете не хватило. Поэтому предыдущее правительство набрало кредитов, за которые придется расплачиваться еще не одному поколению поляков. Новому правительству Польши во главе с Дональдом Туском досталось в наследство дырявая казна и безумные военные планы, от которых теперь даже при большом желании не откажешься. Вот и приходится изобретать на ходу. Польское ермо нашей Германии. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Натальи Еремина считает, что за согласием Польши на возможное размещение немецких войск стоит элементарный расчет. Поляки думают, как осуществить перевооружение, не заплатив за это больших ресурсов. Как это можно сделать, пригласив со всем этим вооружением контингент? Сейчас заявления идут от разных стран, что они готовы перевооружаться, усиливать контингент. Поэтому это можно расценивать как стремление переложить проблему перевооружения, на своего соседа, заявила Еремина в беседе с Арти. Кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Корнаухов считает, что размещение немецких войск на территории Польши будет означать еще одно неподъемное ермо нашей Германии. При этом, по словам эксперта, часть немецкой политической элиты сегодня понимает – Россия не враг. Враг находится в первую очередь в Великобритании и США. Корнаухов также считает, что практически все, что делает Запад, приурочено к тем или иным датам. Вот и заявление замглавы польского МИД было сделано незадолго до дня освобождения Варшавы от нацистских войск. «Практически все, что делается на Западе, приурочено к тем или иным датам. И я пытался понять, какое это имеет значение для тех военных планов, которые реализуют американцы и британцы. Про Европу как самостоятельный субъект я не говорю, потому что они сегодня потеряли свою субъектность», – сказал Корнаухов в проекте «В теме» на YouTube-канале Билта. По мнению эксперта, этот момент не следует недооценивать. Есть некая калька, по которой происходит разрыв связи между странами бывшего Советского Союза. Потом некоторые страны объединились в СНГ, но и этот статус потихоньку гасает. Но мы можем обнаружить здесь одни и те же лекала. Делается все, чтобы перечеркнуть победу в Великой Отечественной войне. Таким образом, считает Корнаухов, Запад насаждает своему населению совершенно другую историческую правду. Это инструментальный уровень работы американских спецслужб. Это технология оперативной работы. Они делают это на уровне конкретных планов по решению тактических задач. Мы часто говорим про идеологию, но это перешло на уровень оперативников, которые понимают. «Если нужно запланировать передвижение той или иной военной части, найдется дата, к которой можно это приурочить», – заключил он. Польский реванш и милитаристские игрища НАТО Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что все планы Польши обусловлены злостью и ненавистью к России. «Пусть поляки радуются. Давно немцы не оккупировали эту страну. У них американцы на их территории находятся. Теперь они немцев туда приглашают», – сказал специалист в беседе с Арти. Политолог Юрий Светов полагает, что поляки могут готовиться к войне с Россией, поскольку в этом они видят свое историческое предназначение. Польша винит Россию в событиях, происходивших сотни лет назад и теперь надеется взять реванш. Поставлена цель, чтобы 5% национального бюджета Польши шли на оборону. Они хотят увеличить армию. В последнее время они даже называли цифру 300 тысяч человек. А желающих, как я понимаю, такого количества так просто не найдешь. Поэтому будут, по примеру, Украины отлавливать. Посмотрим, побегут ли поляки в другие страны прятаться от мобилизации. Но в целом, да, идет подготовка к войне с Россией, – рассказал политолог в интервью «Известиям». Военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии Рео имени Плеханова Андрей Кошкин указал на желание Польши усилить напряжение на территории Европы. Он отметил, что милитаристские игрища НАТО в Европе приводят к обострению ситуации. Мы видим сегодня, что Североатлантический альянс продвигает инфраструктуру все ближе к нашим границам, обостряет ситуацию, возрастает напряжение. Естественно, что Варшава хотела бы перетянуть одеяло управления и в Евросоюзе, и в НАТО на себя со Старой Европы. И этому способствует Вашингтон. В такой атмосфере, когда в угаре милитаризации они вкладывают все больше и больше денег в свой военно-промышленный комплекс, естественно, возрастает и напряжение на наших границах и обостряется ситуация, сказал Кошкин в беседе с известиями. По его мнению, Польша на платформе русофобии пытается объединить восточный фланг и активизировать действия против России. При этом эксперт отметил, что у Польши непростые отношения с Германией. Но, несмотря на это, Берлин подключился к возрастанию напряженности на границе России. Учения они разрабатывают, но и по учению, по легенде, получается, что на сегодняшний день они перебрасывают войска из Германии в Польшу. Затем они проводят учения и как бы должны остаться. То есть мы сегодня видим желание вызвать серьезный ажиотаж и заставить обывателя европейских государств все больше раскошеливаться на всевозможные милитаристские игрища в интересах Вашингтона на европейском полуострове против России, заключил он. Крах общей европейской безопасности Предложение Польши разместить на своей территории немецкие войска прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, усиление сил НАТО возле границ союзного государства носит провокационный характер. Подобные планы Захарова назвала очередным элементом глобального русофобского курса стран НАТО и конкретно Польши. Она напомнила, что на территории Польши уже дислоцировано около 10 тысяч американских военных. Там же находится многонациональная тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии и Хорватии. Очевидно, что призывы к размещению на польской территории дополнительных иностранных войск, в которых нет никакой необходимости, если эти страны ориентированы на мир, следует рассматривать, как стремление повысить еще больше уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности, сказала Захарова. При этом она не исключила, что такие шаги предпринимаются, чтобы подлить масло в огонь. Также официальный представитель МИД России обратила внимание, что в декабре 2023 года между Германией и Литвой было подписано соглашение об увеличении военного присутствия бундесвера на литовской территории до уровня бригады. «Похоже, что польским руководителям не хочется отставать от своих соседей в демонстрации лояльности старшим братьям из Берлина, Брюсселя и Вашингтона», – отметила она. «Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что усиление активности и военных потенциалов НАТО, ее стран-членов вблизи границ союзного государства России и Белоруссии, носит провокационный характер, ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности. И такие шаги, конечно, не останутся без соответствующей реакции с российской стороны», – заявила официальный представитель МИД России. Интересно, планирует ли руководство Польши добиваться компенсации расходов на содержание контингента ФРГ в рамках финансовых требований, которые Варшава предъявляет немцам за оккупацию во время Второй мировой войны», – добавила Мария Захарова.